Белорусам предлагают льготные кредиты, чтобы стимулировать импортозамещение. Лукашенко проводит ядерные учения и грозит нанести неприемлемый ущерб своим врагам. Тихановская впервые встретилась с генсеком НАТО. Подробнее об этом я расскажу вам далее. Вы тем временем подписывайтесь и ставьте лайк этому видео. В Беларуси началась внезапная проверка средств носителей ядерного оружия. К ней будут привлекаться силы и средства, способные применять тактические боеприпасы. Прежде всего речь идет о комплексах «Искандер» и самолетах Су-25, которые скрытно выведут в позиционные районы. Военнослужащие отработают подачу боеприпасов в воинские части и их загрузку на пусковые установки. По информации Минобороны, мероприятия носят исключительно оборонительный характер и не проецируют угроз на сопредельное государство. Главным результатом этой проверки должно стать, цитата, «практическое подтверждение навыков военнослужащих в применении ядерного оружия». Отметим, что 6 мая генштаб Минобороны РФ сообщил о начале подготовки к учениям с тактическим ядерным оружием для повышения готовности ядерных сил к выполнению боевых задач. Уточнялось, что организовать учения поручил лично Путин, чтобы оценить готовность личного состава и техники частей боевого применения ядерного оружия. Кремлевский диктатор заявил, что такие меры являются ответом на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц. Его риторику поддержал Лукашенко, который заявил, что задача армии, цитата, «нанести врагу неприемлемый ущерб, если его сапог ступит на нашу землю». При этом нелегитимный уверяет, что Беларусь не будет поддаваться на провокации и не собирается ни с кем воевать. Чиновники ввели новшество, которое может приблизить падение рубля. По распоряжению Совета Министров, Беларусьбанк запустил заем на покупку отечественных товаров по льготной ставке в 4% годовых. Услуга невыгодна для банка, поскольку процент займов ниже уровня инфляции. Вместе с тем, только за апрель было выдано кредитов почти на 130 миллионов рублей, в среднем около 5000 на клиента. По мнению экспертов, такие финансовые эксперименты являются частью процесса импортозамещения, в частности, непродовольственных товаров, техники и мебели. Отметим, что по данным Белстат, в первом квартале этого года доля белорусских непродовольственных товаров на рынке была более 75%. При этом импорт иностранных товаров в Беларусь превысил экспорт почти на миллиард долларов. Экономисты отмечают, что это говорит о росте доходов населения, при котором люди стремятся выбирать более качественные товары. В свою очередь, чиновники стремятся регулировать потребительский спрос на отечественную продукцию мерами, которые дают неожиданный эффект. Дело в том, что льготными кредитами интересуются в первую очередь люди с низкими доходами. Это провоцирует очередную волну потребительского спроса и усиливает инфляционные и девальвационные риски. В тех условиях, которые создало государство, белорусы предпочитают выбирать импортные товары. То есть результат получается противоположным ожиданиям режима. В отношении сбежавшего в Беларусь польского судьи прокуратура соседней страны начала уголовное дело о шпионаже. По данным портала ОНЕД, Томас Шмидт несколько лет был в контакте с белорусскими спецслужбами и российскими агентами в Польше. Контрразведка собирала доказательства для его ареста, однако в последний момент судье удалось скрыться. Уже в Минске Шмидт заявил, что в Польше ему действительно приходилось рассматривать дела, связанные с доступом к закрытой информации. Они касались деятельности полиции, армии, разведки, контрразведки. Опальный судья даже рассматривал дела об отказе в доступе к секретной информации НАТО. В интервью газете Выборча бывшие польские разведчики Винсент Северский и Роберт Хеда выразили мнение, что Шмидт давно завербованный Кремлем агент, который после смены власти в Польше просто потерял свою ценность. Появление его в Минске – это операция по выведению из страны, а основанием для раскрытия агента могли послужить финансовые вопросы или наличие компромата. В интервью ТАСС Томас Шмидт заявил, что Польша будет добиваться его экстрадиции. При этом прошение о предоставлении убежища в Беларуси он еще не подавал, но уверен, что под защитой Лукашенко никто не тронет ни его, ни его семью. Напомним, за последние годы политическое убежище в Беларуси просили несколько граждан Польши. Военный дезертир Эмиль Чечко прожил в Беларуси три месяца, после чего его нашли повешенным прямо в квартире. Ну а сторонник русского мира блогер Марчин Миколаек пробыл в Беларуси всего пару месяцев и уехал жить на Урал в Россию. Друзья, прежде чем продолжить, обязательно подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать наши выпуски. Но помните, что делать это можно только если вы находитесь за пределами Беларуси. Светлана Тихановская встретилась с генсеком НАТО. Обмен мнениями состоялся в штаб-квартире Альянса. Йенс Столтенберг подчеркнул, что страны НАТО осудили намерение России разместить ядерное оружие и комплексы, оснащенные им, на территории Беларуси. Также Альянс призывает Беларусь прекратить соучастие в войне, развязанной Россией, и соблюдать нормы международного права. «Думаю, для каждой европейской страны необходимо выстраивать уважительные и конструктивные отношения с НАТО», — заявила Тихановская. «Это важно для национальных интересов и поддержания региональной безопасности. Мне хотелось бы, чтобы Беларусь воспринимали как надежного, мирного, предсказуемого партнера», — сказала лидер Демсил. Эта встреча стала результатом работы Объединенного переходного кабинета по расширению сотрудничества с международными организациями. «На протяжении 75 лет НАТО является важнейшим фактором безопасности и стабильности в Европе, и мы обязаны информировать международную общественность про вызовы для нашей страны», — подчеркнул представитель кабинета по иностранным делам Валерий Ковалевский. В ЕС задержали членов преступной группы, которые заработали почти 600 миллионов долларов на переправке мигрантов через Беларусь. Об этом сообщила пограничная охрана Польши. Главных организаторов группы задержали в Германии, Нидерландах, Литве, Латвии, Эстонии и Швеции. В Польше взяли пять человек, двое из них с поличным, во время транспортировки десяти нелегалов. Возглавлял группу 33-летний гражданин Сирии. Известно, что он перевел не менее 30 миллионов долларов организациям Хизбалла и палестинский исламский джихад, которые в ряде стран признаны террористическими. Сейчас задержанному в Германии сирийцу грозит до 15 лет лишения свободы. Его преступная группа работала с марта 2021 года по ноябрь 2023. За это время ее участники перевезли в Западную Европу около трех с половиной тысяч мигрантов из Сирии, Йемена и Ирака. Напомним, миграционный кризис на границе Беларуси со странами ЕС начался именно весной 2021. Также сегодня погранслужба Польши сообщила о задержании 41-летнего российского дезертира, который нелегально пересек границу из Беларуси в Польшу. Он был в гражданской одежде и без оружия, но с российскими военными документами, среди которых армейский контракт на участие в войне против Украины. Задержанный в Армении белорус Ярослав Новиков получил статус беженца в этой стране. О счастливом финале истории рассказал местный юрист. Напомним, инцидент с гражданином нашей страны произошел в феврале, когда парень пересекал границу с Грузией. Выяснилось, что белорусские власти объявили его в межгосударственный розыск СНГ по обвинению в уклонении от воинской службы. Суд Армении взял Новикова под стражу на 40 дней для передачи режиму Лукашенко. Одновременно белорус обратился за политическим убежищем. В этом деле приняли участие белорусские и армянские правозащитники. В итоге представители Армении сообщили об успешном решении вопроса. Отметим, что случаи с задержаниями белорусов, которые вынуждены бежать из страны, чтобы сохранить свободу, далеко не единичны. В настоящее время за решеткой в Сербии находится режиссер и активный участник протестов 2020 года Андрей Гнет. Его арестовали осенью прошлого года по запросу Интерпола из-за того, что белорусские власти объявили его в розыск. В марте сербский суд отменил решение об экстрадиции Гнета, но до вынесения окончательного вердикта он продолжает находиться в заключении. Друзья, благодаря вашей поддержке мы постоянно развиваемся и придумываем для вас новый и интересный контент. Так, на прошлой неделе у нас появился новый канал «Маланка Экшн», на котором вышла первая серия реалити-шоу с участием Светланы Тихановской. А уже в эту субботу выйдет продолжение. Самый честный разговор, в котором народный лидер расскажет о себе много интересного. Подписывайтесь, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить. Ну а после новостей подключайтесь к нашему вечернему прямому эфиру «Горячий комментарий» и задавайте вопросы нашему эксперту, которым сегодня станет военный эксперт Змитер Мицкевич. До встречи там и Жыве Беларусь!